Всем привет, друзья! В сегодняшнем видео мы с вами подведем промежуточные итоги по товарам фикс-прайса, а именно поговорим о товарах для хранения. Причем это контейнеры для хранения вещей, для пищи с крышками без крышек. Вы знаете, что я люблю такую тематику. Надеюсь, что это видео кажется для вас полезным. Сейчас все большую популярность начинает набирать такое направление, как организация хранения продуктов в холодильниках с использованием всяких лоточков, корзиночек. И если вы тоже подсели на эту тему, то в фикс-прайсе можно приобрести самые бюджетные корзинки за 55 рублей. Это пластиковые корзинки, куда можно поставить баночки с детским питанием, маленькие коробочки сока, еще что-то, напитки. Можно где-то приспособить такие корзинки для хранения кошачьего корма. Вот для всей такой мелочевки такие корзинки подходят просто идеально. Сама пользуюсь, мне нравится на протяжении уже двух месяцев, и пока не собираюсь от них избавляться. Еще один вариант корзинок, который мне очень понравился, и они у меня в использовании, наверное, уже года два, ну полтора это точно. И при каждом удобном случае, когда появляются эти корзинки в продаже, я всегда всем напоминаю. Это пластиковые корзинки, тоже стоят они 55 рублей. Под распьеры моей холодильной камеры они вписались просто хорошо, становятся в рядок из трех штук, и туда я складываю хлеб, какие-то овощи, баночки, например, с консервами, и холодильник выглядит намного опрятнее, чем если бы я ставила все эти продукты просто на стеклянные полки. Ну, как знаете, сейчас в Экспрессе появились новые специальные контейнеры для холодильника. Так скажем, это люксовая категория, потому что цены в разы дороже по сравнению с предыдущими контейнерами. Из недавних новинок это пластиковый контейнер с перегородками размером 19 на 30 сантиметров. Высота 12 сантиметров. Имеются две перегородки, которые можно менять местами в зависимости от того, что вы собираетесь там хранить. Стоит этот контейнер уже 299 рублей. Еще один вариант большого пластикового контейнера, который заявлен как контейнер для холодильника, это просто емкость без перегородок. Размеры 36,5 на 19 сантиметров и высота бортика 14 сантиметров. Стоит 249 рублей. Но из-за большого объема этого контейнера, его можно использовать где-то в других шкафах и складывать туда уже более габаритные вещи. Еще один вариант контейнеров, которыми я пользуюсь уже давно и у меня уже несколько таких штук, это контейнеры для специй. Вообще прекрасно туда идеально вписываются пакетики, стандартные пакетики со специями. Можно использовать для хранения тоже косметики, канцелярии, если вы любитель собираете много канцелярий. Кто-то складывает сюда нижнее белье, детские носочки. Я такой контейнер еще использую для хранения пластиковых крышек от других лотков. Еще один вариант контейнеров, да, у нас сегодня с вами слово контейнер будет звучать постоянно, это контейнер из полистирола. Стоит он 199 рублей. Размеры этой коробочки 10 на 30 сантиметров, высота 10 сантиметров. Стоит 199 рублей. В принципе, для хранения овощей, какой-то зелени, яйца сюда можно складывать, и этот контейнер подходит. Следующая коробка, а вот именно по-другому я назвать не могу, из-за размеров. Этот органайзер имеет размеры 20 на 30 сантиметров, высота также 10 сантиметров. Стоит 299 рублей. Я уже успела купить его, и знаете, я считаю, что вот для холодильника, особенно для однокамерного холодильника, он очень большой и громоздкий. Все-таки его лучше использовать где-то в шкафах на кухне или складывать другую мелочевку. Можно какую-то косметику сюда поместить, но для холодильника он мне показался большим, хотя по качеству исполнения никаких нареканий нет. Ну и раз мы с вами упомянули контейнеры для хранения зелени. Вот для зелени лучше всего подходит вот эта серия. Это обычные пластиковые лотки, но с решетчатым основанием. У меня есть точно такой же, но только узкий длинный. И вот я заметила, что за счет вот этой решеточки конденсат, который может скапливаться внутри контейнера, и за счет этого может возникать гниение зелени, он скапливается внизу, и зелень с ним не соприкасается. За счет этого срока хранения увеличивается в разы. Но помимо каких-то проходных новинок, в фикс-прайсе всегда можно найти постоянный ассортимент контейнеров и корзинок. Например, вот эти пластиковые ланчбоксы на 4 отделения всегда есть в продаже. Отличаются они только по цвету и стоят пока 99 рублей. Еще один постоянный товар. Это емкость-контейнер для СВЧ-печей, для микроволновок. Стоит он 99 рублей. Тут имеется поворотный механизм и клапан для выпуска горячего воздуха. Маленькие коробочки, которые раньше стоили 55 рублей, сейчас можно приобрести по цене 47 рублей при условии, что у вас есть скидочная карта фикс-прайса. До сих пор можно найти в продаже вот эту серию. Это набор контейнеров, состоящий из двух штук. Объем 900 миллилитров и 1 литр 800 миллилитров. Стоит 199 рублей. Изготовлено из пищевого пластика. Можно использовать в микроволновой печи. Ну и еще раз мне хочется вам напомнить о коллекции Vitrium. Я считаю, что среди стеклянной посуды это одна из самых удачных коллекций фикс-прайса. Качество на высоте, функционал тоже и ценовая категория тоже приемлемая. Ну и самыми удобными мне кажется вот эти стеклянные контейнеры объемом 640-670 миллилитров в зависимости от модели. Это контейнеры из боросиликатного стекла, в которых можно запекать именно в духовке, в духовых шкафах. Мне это кажется очень удобным, потому что не нужно заморачиваться потом с перекладыванием пищи, а просто закрыл крышкой, которая идет в комплекте и поставил холодильник. И да, напоминаю, если вдруг кто-то не в курсе, с крышкой запекать категорически нельзя. Цена этого лотка 199 рублей. Еще один вариант этого контейнера, но только прямоугольной формы. Объем чуть поменьше 630 миллилитров, но характеристики такие же. Боросиликатное стекло можно запекать в духовке, можно использовать в микроволновке, можно мыть в посудомоечной машине. И цена такая же 199 рублей. Еще один интересный контейнер, и такой я вижу впервые. Это большой контейнер из боросиликатного стекла объемом чуть более литра. Стоит 299 рублей. Продается также в комплекте с крышкой. Его отличительная особенность то, что посередине имеется стеклянная перегородка. Если вы готовите какое-то блюдо в духовке, то можно сразу готовить основное блюдо и какой-нибудь мясной гарнир. Мне кажется, это очень удобно. И даже разогревать в таком контейнере пищу удобно. Вот эта коллекция сейчас в фикс прайсе уже разбирается, ее становится очень мало. Но присмотритесь, это тоже аналогичные формы, но только с прошлой коллекции. У них крышка не на защелках, а вот с такими выступами. Я покупала такие формы, до сих пор ими довольна. Бывают они также стандартного объема 630 миллилитров и бывают формы побольше. Вот у меня они прижились просто хорошо, и я планирую сейчас все свои пластиковые контейнеры заменить именно вот такими стеклянными, потому что они наиболее долговечные. Все-таки стекло безопаснее, чем пластик, и я заметила, что пластиковые контейнеры все-таки могут впитывать в себя какие-то красители, могут впитывать, например, запахи, могут царапаться. А вот стеклянные контейнеры мне нравятся, и прям я довольна, что успела купить именно эту коллекцию. Ну и есть еще один вариант подобной посуды, я вам уже про нее рассказывала. Это совсем старые контейнеры для еды. Стоят они 149 рублей, и до сих пор цена на них держится. Точно такие же контейнеры я покупала и в светофоре, и также качеством осталось довольное. Если раздумываете, присмотритесь. Я вам стараюсь советовать проверенные вещи, чтобы не обмануть. Ну и возвращаемся с вами к пластику. Заметила, что в магазине по улице Восстания до сих пор продаются наборы из четырех контейнеров. Пластиковые контейнеры за 149 рублей имеют следующие объемы 300 миллилитров, 450 миллилитров, 650 миллилитров и 1 литр. Также можно использовать микроволновые печи, можно забораживать в них продукты, а также еще мыть в посудомоечной машине. Пластиковый контейнер для специй. На открытых полочках я такие банки не люблю использовать, а вот где-то в закрытых шкафах это, конечно, удобно. В эту емкость можно поместить, например, в одну емкость соль, в другую емкость перец, если вы занимаетесь засолками. Это очень удобно. То есть достал сразу баночку, и у вас все необходимые специи сразу под рукой. Бывают комбинации разные по цвету, но цена 77 рублей. И еще один вариант самых дешевых контейнеров – это постоянный ассортимент фикс-прайса с момента открытия. Различные винтовые контейнеры от фирмы Архимед. Еще один удачный вариант контейнеров для хранения – это набор с крышками, круглой формы. Мисочки объемом 300 мл, 550 мл, 1 литр 100 мл и 2 литра 300 мл. Цена, насколько я помню, держится в районе 149 рублей. У меня тоже раньше были такие наборы. Но единственное, знаете, я заметила, что пластик со временем, именно пластик емкости тускнеет и приобретает не очень опрятный вид. Ну и давайте еще пробежимся с вами по дешевым пластиковым баночкам. Например, вот такие баночки объемом 800 мл стоят 27 рублей. У них крышка не завинчивающаяся, просто закрывается. Завинчивающейся крышкой продаются вот эти баночки. Это фирма Архимед. У них очень плотный пластик. Объем 375 мл и стоят они всего лишь 18 рублей. И еще есть в продаже точно такие же баночки, но только чуть большего объема. Ну и немного контейнеров и корзинок для хранения. Вот новогодняя новиночка, прям недавно появилась в продаже. Это боксы, пластиковые боксы за 249 рублей. У них объем 6 литров. Заявлены они как контейнеры из пищевого пластика, но я думаю, лучше всего подойдут для хранения каких-либо вещей и детских игрушек. Да, друзья, в предыдущих видео вы писали, что очень плохо, что в фикс-прессе подобные большие боксы продаются отдельно. То есть, отдельно крышка, отдельно сама емкость. Я тоже считаю, что это не совсем здорово, что это не совсем уместно. И за счет этого комплект становится уже более дорогим, но что поделать. Например, подобные контейнеры в Икее стоят практически в два раза дороже, поэтому от этого никуда не уйти. Ну что, друзья, подошло это видео к концу. Надеюсь, что информация по данным товарам была для вас полезной. Если это так, поддерживайте видео пальчиком вверх. Ну и, как всегда, пишите в комментариях, какие видео, на какую тематику для вас подготовить. С большим удовольствием буду выполнять ваши просьбы. Субтитры сделал DimaTorzok